Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. В Беларуси на следующей неделе повысят пенсии. По анонимным обращениям неплановые проверки субъектов хозяйствования назначаться не будут. Об этом сообщили в Комитете госконтроля. 15 ноября завершится срок приема земельного налога и налога на недвижимость. Если не будут внесены в бюджет до этой даты суммы имущественных налогов и арендной платы, налоговые органы Гомельской области будут взыскивать в принудительном порядке. А теперь об этом и не только подробнее. Управлением и комитетом Гомельского облсполкома необходимо принять исчерпывающие меры для сохранения рабочих мест на предприятиях наряду с созданием новых. Такое поручение дал на оперативном совещании в облсполкоме губернатор Владимир Дворник, передает Белта. Глава региона поручил службам облсполкома детально проанализировать загруженность предприятий региона, сырьевые базы. Там, где это возможно, необходимо подумать о создании новых производств на действующих предприятиях. Сохранение рабочих мест, как и создание новых, одна из приоритетных задач и важный фактор социально-экономического развития, подчеркнул Владимир Дворник. Председатель облсполкома в очередной раз акцентировал внимание руководителей отраслей на необходимости оперативно принимать исчерпывающие меры для вовлечения в экономическую деятельность максимального количества людей. По информации комитета по труду, занятости и социальной защите облсполкома, количество состоящих на учете безработных в Комельской области на 1 октября этого года составило 4600 человек и снизилось по сравнению с аналогичной датой прошлого года почти на 23%. В банке вакансий насчитывается почти 8 тысяч предложений. Более 3,5 тысяч из них по рабочим профессиям. К другим новостям. В Беларуси со следующей недели повышаются пенсии. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Документом предусматривается проведение перерасчета трудовых пенсий. Это связано с ростом средней заработной платы в республике. В результате с 1 ноября пенсии увеличатся примерно на 5%. Так, средняя в номинальном выражении вырастет приблизительно до 315 рублей. Напомню, в августе средний размер этой выплаты составлял около 300 рублей. Это было примерно 35,5% от средней зарплаты по Беларуси. Продолжаем выпуск. Государственную адресную социальную помощь, выделяемую малообеспеченным семьям и находящимся в трудной жизненной ситуации людям, в этом году в нашем регионе уже получили более 40 тысяч человек. Всего в Беларуси в январе-сентябре адресные пособия выплатили примерно 235 тысячам человек. На общую сумму почти 65 миллионов рублей. Министерство труда социальной защиты отмечает, что неблагополучным семьям пособие выделяется продуктами питания, одеждой, обувью и предметами первой необходимости. Продолжаем выпуск. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали суть предложений в проект трудового кодекса в отношении отцовского отпуска, пишет Белта. Планируется, что отцам будет предоставлено безусловное право воспользоваться отпуском в связи с отцовством сроком до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка. Кроме того, отцовский отпуск, как и иные социальные отпуска по семейным обстоятельствам, будет предоставляться без сохранения заработной платы. Вместе с тем, в коллективных договорах организации предприятий может предусматриваться как иная продолжительность этого отпуска, так и его оплата. Для нанимателей предоставление отцовского отпуска будет обязательным. Действующим законодательством возможность предоставления отцу кратковременного отпуска при рождении ребенка не предусмотрена. Тем не менее, работник имеет право по письменному заявлению получить неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам не более 30 календарных дней в течение календарного года. Однако в этом случае уважительность причин оценивает наниматель, если иное не установлено коллективным договором с соглашением. К другим новостям. По анонимным обращениям неплановые проверки субъектов хозяйствования назначаться не будут. Об этом сообщили в Комитете госконтроля, пишет Белта. В случае, если гражданин указывает факт нарушения, он должен будет дать письменное согласие выступить в дальнейшем свидетелям в суде, если данные о нарушении не подтвердятся. А внеплановые проверки могут быть назначены только при наличии у контролирующего органа достоверной информации о совершаемом нарушении. Напомню, на минувшей неделе указом главы государства на треть сокращен перечень контролирующих надзорных органов, уполномоченных проводить проверки. С нового года все контролирующие и надзорные органы обязаны будут представить субъекту хозяйствования чек-лист перечень вопросов, по которым может быть проведена проверка. Это как форма самоконтроля предприятия. Предприятие отвечает, как у него на самом деле налажена работа. Контроль изучает и на основании этого изучения может дать рекомендации без проверки. К другим новостям. В Беларуси изменят подходы к конфискации товаров и снизят штрафы для предпринимателей. В частности, планируется, что сфера применения конфискации будет существенно сокращена. Обязательная конфискация сохранится только в отношении запрещенных к обороту вещей. Экстремистских материалов, фальсифицированного алкоголя, загрязненной радионуклидами сверхдопустимых уровней или недоброкачественной продукции, способной повлечь заболевания или отравления людей. Предусматривается, что полностью весь доход не будет конфисковываться, как это делается сейчас в отношении, например, незаконной предпринимательской деятельности. Будет установлен определенный процент этого дохода. Документ также предполагает снижение размеров штрафов по 45-ти административным правонарушениям и расширение возможности применения альтернативной меры предупреждения. Напомню, кстати, что в Беларуси установили ставки единого налога для физлиц, которые могут работать без регистрации ИП. Напомню, ранее президентским указом расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Правительство ранее установило базовые ставки единого налога за такую деятельность, но в каждом регионе самостоятельно определились с конкретными суммами налога. В Гомельской области ставки налога разбили на четыре группы. Первая для Гомеля, вторая для Мозыря, третья для Жлобина, Речицы и Светлогорска, а четвертая для всех остальных населенных пунктов. Максимальный налог под строительные работы, к примеру, в Гомеле и Мозыре он составляет 130 рублей. Для разработчиков веб-сайта в Гомеле установили налог в 97 рублей, а в Мозыре 87 рублей. За видеосъемку в областном городе предусмотрен налог в 128 рублей, а за услуги Тамады 123 рубля. Зато в Жлобине, Речицы и Светлогорске, желающие оказать услуги по музыкально-развлекательному обслуживанию, должны заплатить уже 69 рублей. И последняя новость выпуска. 15 ноября завершится срок приема земельного налога и налога на недвижимость. На Гомельщие дни оплачивать должны свыше 370 тысяч человек. Общая сумма составляет около 700 миллионов рублей. Половина плательщиков с налоговой рассчиталась. Напомню, что за опоздание насчитывается пеня и применяются меры административной ответственности. Кстати, платежные уведомления можно получать по электронной почте. Для этого необходимо заполнить заявку на портале Министерства по налогам и сборам, либо направить ее на электронный адрес ведомства или прийти лично. Налоговые органы Гомельской области не первый год используют в работе электронный сервис, личный кабинет плательщика, который дает возможность гражданам, не обращаясь, не выходя из дома, узнать точно сумму налога, а также уточнить, на какие расчетные счета их внести. Для того, чтобы иметь возможность пользоваться этим личным кабинетом, граждане обязаны, имеют возможность прийти в налоговую инспекцию, подать заявление, в котором в обязательном порядке необходимо указать адрес своей электронной почты. И это позволит таким образом проще и быстрее уплатить причитающиеся суммы имущественных налогов. Специалисты напоминают, что оплатить налоги можно с помощью расчетной системы ЕРИП. Льготы, как и ранее, предусмотрены для пенсионеров по возрасту, инвалидов первой и второй групп, многодетных семей и некоторых других категорий граждан. Подробную информацию можно получить по номерам телефона в Гомеле. 79 88 28 это областная налоговая инспекция или 24 53 73 по Гомельскому району. На этом у меня все. До встречи через неделю на телеканале Беларусь 4 Гомель.